Власти Ненецкого округа обратятся к руководству страны с предложением изменить подход к выдаче лицензии на добычу углеводородов. Подготовить соответствующее обращение в адрес главы государства распорядился губернатор региона Александр Цибульский. Тему продолжит Мария Владимирова. Затраты на геологоразведку в Ненецком округе в 2019 году превысили плановые показатели на 2 миллиарда рублей. Но, несмотря на уверенный рост, показатель может быть еще выше. В 2020 году уровень добычи нефти на территории округа ожидается примерно на том же уровне, что и годом ранее. Прогнозируемый рост добычи отмечается лишь по нескольким крупнейшим компаниям, которые в этом году планируют добыть практически на 1 миллион тонн ископаемых больше, чем в 2019 году. К сожалению, новых месторождений открыто не было по итогам прошлого года. Прирост запасов не наблюдается. Но очень надеемся на пакет преференций, который летом будут утверждать с точки зрения активизации геологоразведки. Пока видим то, что выжидательная позиция в большей степени. Как предложение, возможно, обращение на Кобылкина, если поддерживать, Александр Витальевич, в части изменения подходов к выдаче лицензий и пересмотра всех лицензионных соглашений по федеральным месторождениям. На текущий момент обязательств по воду этих месторождений, по сути, никаких нет. Как отметил глава региона Александр Цибульский, некоторые нефтяные компании десятилетиями держат лицензии без каких-либо четких планов на их разработку, что является серьезным препятствием в развитии региона. В связи с этим губернатор поручил Департаменту природных ресурсов подготовить обращение в адрес профильного министерства и в адрес президента страны. Кроме того, Александр Цибульский распорядился предоставить анализ о результатах применения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, введенного в ряде регионов, в том числе в Нейнском округе, в прошлом году. Я хочу посмотреть анализ на реализацию налога на добавленный доход, который у нас принят и в прошлый год у нас прошло. У нас же там несколько месторождений наших попали. В Нокововске в том числе. Вот насколько это повлияло, каким образом это привело к активизации деятельности по этим месторождениям, которые вошли в НДД. Еще одно поручение, которое Александр Цибульский дал руководителю регионального департамента природных ресурсов Альберту Чебдарову, касается проработки с недропользователями, которые ведут добычу на территории региона, вопроса об организации переобучения и последующем приеме на работу местных жителей. По словам главы региона, в последнее время участились случаи, когда нефтяники отказывают в приеме на работу, мотивируя это тем, что технологии добычи развиваются слишком быстро, а у жителей региона, которые хотят трудоустроиться, нет достаточной квалификации, ввиду того, что они прошли профессиональное обучение более 10 лет назад. Давайте мы с ними тогда проработаем отдельную программу, чтобы они, наших жителей, те, у кого есть желание, брали на переподготовку в эти свои корпоративные университеты и включали в пул людей, которых они активно привлекают. Одновременно проработать с нашими жителями, у кого есть желание работать, таких обращений поступает довольно много, давайте с ними проработаем возможность прохождения ими этого обучения в этих корпоративных университетах. И с недропользователями отработайте, чтобы они на себя взяли расходы по их обучению. Также губернатор округа напомнил, что вопрос трудоустройства местных жителей на работу в ресурсодобывающие компании – одно из важнейших направлений взаимодействия между регионом и нефтяными компаниями в рамках заключенных соглашений о социально-экономическом развитии округа. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».